Ну чё, ребятки, привет! Соскучились по чародейкам? Казалось бы, так много времени прошло, но я напомню вам, было на нашем канале время, когда реакция выходила раз в неделю. Сейчас они выходят каждый день, да даже, мне кажется, если они будут выходить через каждый час, всё равно найдётся пару человек, которые хотят каждую секунду. Ещё, ещё. Я нормально отношусь к этому, потому что это показывает, что вам заходит всё это. Мы бесконечно рады, что вы кайфуете и смотрите вместе с нами чародейк. Мы сегодня 18-ю серию смотрим. 18-ю? Наверное. Да, пускай будет 18-я серия. Всё, без долгих отлагательств начинаем. Пой, Зулейка! Пой, Зулейка! Мне фобус реально смешно. Я чё понял, у нас получается всего два мужских персонажа. Бланк и Калибр? Бланк и Калибр? Да, здрасте, а Фобос и Седрик? Ну, имеется для шипа. А, ну да. Ну, получается, только Калибр. Ну, на доброй стороне. Не, ну подожди, есть же ещё вот эта шоколота всякая. Ну, это не то. Парень, Вилл. Я говорю, из основных персонажей. По добрую сторону баррикад. Да, 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 только Калибр. Ну, и Бланк. Ну, блин, это чё за новая форма шиперства? Не знаю, у Корнелли с Бланком все шансы. Отзывай. Магрифы. Логарифмы, да? Алгоритмы. Что? Эй, вы куда? Магазин. За кормом для птицы Калиба. У Калиба птичка? Сменяла у Бланка на фонарик. Да это даже не птица. Скорее магнитофон в перьях. Когда покупаешь пшено для птицы друга, это любовь. А зачем за кормом идти компанией? Хозяин магазина, дедушка Мэтта. Подожди, это Корнелли их сподвигла на это всё? Да, да. А они понимают, что это любовь, да? Ну, мне кажется, они догадываются, что у них какая-то взаимная симпатия. Ну, это прямо не обговаривалось. Они просто такие. Ну, пока это напрямую не говорилось. Порой Мэтт к нему заходит. А-а-а-а. Мэтт? Да-а-а. А видишь, они ещё не только из-за Корнелли идут, ещё из-за Уилл, потому что там дедушка Мэтта, Мэтт, это же её тот гитарист. Ага. Вот. А он типа... А он иногда заходит туда. Мэтт. Мэтт. Таранет Тарантул. Может, твой родич. Ну что, Мэтта нет. Ого. Чё за приколы? Мистер Олсен? Не хренов себе! Я хотела показать, чему научилась. Чё? Это чё за приколы? Я хотела показать, чему научилась. Я убила деда. Блин. Ну, она его уступила просто. Да умер. Но всё равно. Ой, блин. И она берёт все повадки от своего старшего брата. Они что, не могут превратиться? Ничего не понимаю. А как она научилась? ее Фобос учил, или она так раскрыла свои силы? Фобос, наверное. Ну, Фобос как бы помог ей раскрыть силы. Она же тоже сильная, наверное. А как там это происходит? Они колдуют. Ну, наверное, точно так же, как и чародейки. Они же особо ничего не читают, не кастуют заклинаний. Они просто соединяются с какой-то бесконечной мощью и начинают фантазировать. Может быть, у нее точно так же, как у Фобос. Ну, Фобос... Такое ощущение, что Фобос, он все равно... Вообще не владеет магией. Не, он владеет магией. Он, причем даже, ну, такой серьезной магией владеет. Он пару раз всего лишь проявил себя. Да, а что он делает? Только вот интерьер меняет и все. Ну, нифига себе, интерьер поменять, это очень большую силу требует. Многие на эллискалет учатся, чтобы вот так вот хорошо менять интерьер. Ну, ладно. Я говорю про то, что он картину запечатал. А, да. Что он еще... Что Рочи делает? А, бросает муку. Может подсматривать за девочками. Ну, короче, все самые полезные штуки у Фобоса. Прощайте, подружки. Что это? А, как? Вот несчастье это. В чем дело? Как они выбрались из клеток? Девочки, вы мне поможете? Не бойся, хомяк это щекастая крысов. А что, все? Ну, я не понимаю. Она хотела их напугать. Она сказала, прощайте, девочки. Я думала, она, значит, их убьет. Я думал, план был в том, что все эти гадюки, кстати, они ж должны были вроде как быть обезврежены. Ну, допустим, клыки и яд должны быть подрезаны. Ну, железы, допустим, у змеи. Я поняла, да, да, да. Кто будет прям ядовитых змей продавать? Кстати, продают прям ядовитых змей? Или их действительно кастрируют? Как назвать змею, у которой убрали яд? Кастрированный рот, да? Не важно. Я сделала, как ты предложил, Фобос. Надеюсь, никто не пострадал. Ты была гуманна. Они связались с мятежниками. Пусть пеняют на себя. Че? Мне нравится. Это было как-то странно. Да, это мы неловко как-то все это испытываем. Покажи корм. Постой. За стену, потом корм. Слушай все. А, типа, это птицы-шпион. Мне интересно, как он будет слушать. Он потом, ну, прикинь, птица услышала. Все. А рассказать не может. Она такая возвращается. Нет, это птица-говорун. Да, да, только она говорит на своем языке. И все такие. Блин, все. Последняя деталь. В целом все работает. Только мы ни хера понять не можем. Ну-ка, напиши. Не умеет. Он только разговаривать умеет. Это птица-говорун, а не птица-писарь. Я исхочу. Тогда смена. Мы без обеда. Это что, бланк? Да, это бланк. Как они? Это его голос. Это голос бланка, но вряд ли, да, это бланк? Да нет, это не бланк. Это просто типа... Какие бланка превратили в птиц? Насколько умная птица. Обычного попугая нужно прям постараться, чтобы научить. Хотя бы пару слов. Ну да, да. Какой там самый... Самоумный попугай. Ну слушай, это меридианское какое-то животное. Да, да, я вообще без претензий. В меридиане все возможно. Ах, стражники ничего не знают. Еще раз. В замок. А он же может запомнить... Он же может запомнить любую рандомную информацию. Он же не понимает, какой именно. Да, да, да. Он принес информацию про то, что стражники кушать хотят. А знаешь почему? Сам хочет. Да, его не накормили, он жрать хочет, он все про это и слышит. Он только эту информацию выцепляет. Все отфильтровал. Да, да. А там где у нас план нападений, все это не про еду. Да, да, да. Прощай, не интересует. Надо узнать планы Фобоса на Элион. Хотя бы детали, обрывки, хоть что-нибудь. Планк здесь. Заухаритель для птички. Тут пусто. Планк тоже голодный. Вот ведь на него не разозлишься даже. Да, Бланк, он как ребенок, понимаешь? Причем такой, не бес... Ну, хотя... Ну, он правда ребенок, он воняет. Он постоянно где-то... Да. Но он не ваш как. А Элион принадлежит нам. Пусть она войдет в полную силу. И я впитаю ее магию до капли. Верни книгу Таин в библиотеку. Все планы в ней скоро станут явью. И последняя голова поставит точку в судьбе. Как он лежит такой. Как он олигарх какой-то в бане. Мы все так лежим в банке. Ты что? Ладно, ты как будто не лежишь. Нет, я в банке... Нет, я вот в такой атмосферке ни разу не лежала. Вот правда, если... Я сижу в бане, а не лежу. Я всегда вот так вот раскидываюсь. Так вот, все, в этом не въехать. Я в баню хочу. Только без этой змеюки. Он да, мой князь. Что если ты ходила в детский сад с королевой зла? Что если вы ее такое сделали? Да почему вы ее такое сделали? Но вдруг она себе не предали друзьям, она бы не была бы сейчас такой уязвимой. Ну да, там серии 2 или 3, они вообще забили. Человек расстроился. Если бы ей они сразу сказали правду, она бы не считала их предателями. То, что поделать. Такой сюжет. Страшный звук. Может, у тебя в пузе бурчит после корма? Да. Шептуны, они засекли нас. Прикольно. Они по цепочке, получается, передают друг другу. Да, да, да. Какое прикольное растение. Это обалденная находка. Кто бы это ни придумал. Я первый раз такое вижу. Я тоже никогда с таким не сказал. Это самое крутое. Ну, обычно они смотрят в какой-то кристалл, или, я не знаю, им прилетает какой-то стражник, который пришли, а здесь цветы. Они, видимо, везде посажены. Да. Причем они разумные, они понимают, по какой цепочке тебе, кому надо что донести. Они каждый раз. раз туда ныряют. Я помню, с первой серии они точно так же спасались, по крайней мере, река Лепт тоже. Да, да, да. Я удивляюсь, правда, как это работает, потому что какая глубина у этого водоема. Они, посмотри, они сейчас из него выходят. Хотя буквально вот за несколько метров они нырнули туда. Да. Какая там глубина? А как птичка? Полетит в деревню. Я за припасами. Если птица перехватит разговоры Фобоса, я должен это услышать. Следов вторжения нет. Но вот кого я нашел. Птичка. За стену, а корм потом. Ты знаешь, что с ним делать. Только одна вещь в замке. Вправе знать мои секреты. А она что, книжку какую-то нашла? А вот вопрос, он хотел, чтобы она нашла ее или нет? Мне кажется, нет. Это же книга таинств, нет? Или наоборот, он подстроил. Подожди, подожди. Ахнет, любимый цвет. А чем это я? Ведь она уже отравлена этими змееками. Они гниют где-то там. Да она скучает по подруге. Она не хочет им зла. Она просто хочет дружить. Чтобы ее кто-то любил, принимал. Знаешь, Фобос ей сказал. Да. Выпусти всех живут. Видишь, а Фобос как будто бы ее любит, принимает. Считает ее особенной. Бедная Эллион. Она в замешательстве. Эллион, что там у тебя? Я нарисовала давным-давно. Или мне так кажется? Зачем тебе память о той, что связалась с мятежниками и предала тебя? А вот Миранда. Надеюсь, вы подружитесь. Захочешь, Миранда покажет тебе город. Тот, что мы защищаем. Правда, пойдем. Пока. Что за Миранда? Я уже Фобосу не верю. Это вполне себе может быть заколдованный стражник. Да, да. Или типа Седрик. Он такой. Ты давно хотел стать маленькой девочкой, слышал я. Не нравится тебе служба, похлебка наша, работа тебе не нравится. Давай, вот твой звездный час. Развлекайся с моей сестрой. Ну, только дружи с ней. Неприязнь моя сестра. Все-таки ее брат. Святос, им надо усилить. Ты нашел для меня Макгрейфов? Показывайте. Охренеть, они в стражнике превращаются? А как они узнали, как они выглядят? Им же надо вроде как показать. Ну, им показали, наверное, уже до этого. Фотографии? Да. Ну, из муки. Из муки и изображения? Да, да. Прекрасно. Здесь можно вообще все, что угодно придумать. Как удобно, когда у тебя есть Мерезиан. Ну, да. Я бы хотел на таких планерках участвовать. Такие ребята, нам надо демонизировать как-то чародеек. Ваши лучшие предложения. Ну, и вот несколько вариантов, среди которых эти грифмы. Вилл не запретит увидеть Эллиан. Корнелли, скорее, у нас визра. Ой, я забыла дома спортивный костюм. Посмотри в наших шкафчиках. Да, ты знаешь цифры. Возьми, что хочешь. А вот, к слову о том, что ты... Да, да, да. Боставала против против этого. Посмотри, сегодня Корнелли. А дети по-тругому. Вообще, водолазочка с высоким горлом. Жакетик. Смотри, как это все круто работает. Правда, правда, вот эта вот штука с... Это молодая сумка. Да, да, да. Ладно. Ну, что ж. Она что, возьмет кристалл? Теперь Алардс и Йелпак. Держи твои инструкции. Тут кто есть кто и как себя вести. Не говори девчонкам. Ничего. Опять же, блин. Опять это хрень. Опалцы, Йелдак. Вот, короче, они, они, они копируют сознание, или они чистый лист? Вот я не понимаю. Ну, вот, вот, если копируют сознание, то бумажка ей не нужна. Вы же уже обе понимаете, что вам нужно сделать, вы просто роли распределяете. А если она чистый лист, одной бумажки не хватит для того, чтобы объяснить закономерности этого мира. Или они прям на каком-то совершенно минимальном уровне сознания находятся? Наверное. Прихвачу-ка кристалл на всякий случай. Ну, это треш, она зря. Мне нравится та, что слева. Ой, та, что справа, точнее. Да знаю, что не видел. Перестань зудить. Это, кстати, первый раз, когда нам показывают, что кто-то другой мог воспользоваться сердцем Кондракар. Интересно, какие у этого будут последствия. Наверняка будут какие-то неприятные. Так, портал должен быть вон там. Подожди, так они же никогда раньше не превращались с помощью сердца Кондракара. Без Уилл, да. Она просто или отсутствовала, или опаздывала, но превратиться они никогда не могли. Потому что у них не было сердца. Потому что не было Кондракара. А сейчас, может, и можно. Непонятно. Это подруги. Не показывай им карточку. Веди себя естественно. Эй, Карнелия! А, Вилл! Пропустила физру. Да, правда. А-а-а! А почему они удивились? Не знаю. То, что она не упиралась? Не знаю. Может, что-то... Может, проблема дубляжа? Может, она что-то другое сказала? Ну... Поздорные тебя любят! А они что тут делают? Нас никто не видел. Отлично! Чем им хуже, тем скорее они отвернутся от принца и принцессы. Тогда придут мятежники и сверкнут законную наследницу. Ха-ха-ха! О чем вы говорите? Что задумали? Увидишь! Твои подруги подожгли тут два дома! Как это круто, что у них есть не просто способность мимикрировать, но еще и говорить. Мало того, что говорить, так они еще и могут... Это насколько высокий интеллект должен быть у этого существа, что он может играть в двойную игру. Он отрабатывает роль не только визуально. Ну, то есть, у них же есть какие-то инструкции. Обычно... Ну, понимаешь, и двойники Алард Сакум работают хуже, чем вот эти горгульи, которые... Ну, это отдельные существа, прям предназначенные для этого. Ну, здесь... Это их функция. Просто здесь животные, они как бы умнее, чем на земле, но они не с таким же интеллектом. Или я ошибаюсь? Потому что, ну, это прям надо около человеческим обладать интеллектом, чтобы так себя вести. Ажа! Скорее, несите воду! Вот как! Просто другие стражники разводили огонь. Ну, и заодно... Капец, как... Что шоу он устраивает для сестры, вообще? Так ее любит. Корнелия, привет! Нужны крышки от мусорных баков. Из них выйдут щиты. А ты кто? Стой, 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 стой! Калеб, клевый, он тебе нравится, но не знает об этом. Не говори его. Правда? Минуточку, ты не Корнелия. Вот это палево, конечно! Ну, ладно, я думала, это будет как-то по-другому. Ну, я немножко расстроена. Я думала, как-то поромантичнее он узнает об этом. Ну, получилось комично. Ну, ладно. Блин, я говорю, это заклинание, от него больше проблем, чем пользы. А, бабка. А, прикол в том, что он не удивлен этому. Он это знает. Ему уже 15. И он, ну, конечно, он же ловит на себя взгляды, прикосновения. Ну, наверное, ну ты такой. Более подчеркнутое внимание. Корнелия на Меридиане ищет Эллион. Это ее копия. Люблю шмотки. Ее астральный дубль. Упс, я дура. Стоит его назвать, и он исчезнет. Это большая дыра. В прошлый раз другое было слово. Ну, неважно, просто, если ты можешь назвать, достаточно просто это знание врагам добыть, и все, это сила бесполезна. Ну, они никому и говорят. Ну, допустим, есть же шпионские всякие птички и в этом духе. Просто, если вся армия, ну, вот, все будут знать, что в случае чего это может быть заклинание с таким-то названием, ну, это прям вообще... от одного названия он исчезает. Не от удара, не от соприкосновения, просто потому, что кто-то, ну, гипотетически может... Догадался. Да. Да даже не догадался, а просто, ну... если Эллион в королевстве меридиан, вам нужно туда. Ага, но не в роли стражниц. Почему? Украла сердце Кондракара. Поищем планка, нам нужен портал. Какая она красивая. Ага. Ну, сегодня особенно нарисована правда красивая. Сколько возни с платьем борцовых слуг. Опаздываешь. За работу. Так легко. Да там правда очень легко попасть в этот дворец. Я не удивлен. Нужен просто костюм. Ничего не надо ни предъявлять, никаких неметок. У них же должны быть... Пропуск. Ну, ладно. У них навряд ли будет пропуск. Скорее всего им просто выжгут какой-нибудь киркой знак у тебя на груди, чтобы тебя как-то идентифицировать. Куда это несешь? Они нарисовали целых два персонажа, которые мы раньше не встречали только для этой сцены. Да, без глаз. Да, да, да. Ребята, прикольно. Я должна убедиться, что ты в порядке. Мы с тобой друзья. И вот Я принесла, чтобы напомнить, я по-прежнему тебя люблю. Только не говори ничего, пока я все тебе не объясню. тебе нельзя быть тут помнишь как мы с тобой за полночь сплетничали о мальчишках а наши вечеринки помнишь ты так размешала меня что йогурт потек носом особенно после меня так было не сойдет вам с рук мне круче тоже так же было с подругой с йогуртом да со школьной подругой и не помню это был йогурт или какой-то плотный сок нужно играть суки такие которые коктейль я просто из носа потом из-за этого три часа ржали я прям напомнила мне эта сцена это твой новый дом ты останешься здесь навсегда стража охрене это обалденная подстава у нее сердце кондракара все как с этим то ну справиться как-нибудь конечно интересная такая серия сражницы приближаются но в земном обличье интересно не стоит моей сестрице видеть смерть был их друзей на расстоянии прикольно да сегодня вообще куча новых механик по накрутили куча новых персонаж маги все усиливается с каждым разом они набирают обороты схватка будет недолгой не превратились в страшниц что-то не так так у них нет сердца кондракара да да другая с кристаллом они не просто превращаются ничем маги обладают ультимативное существо они летают но больше ничего не могут да но без кристалла мы тоже не можем ты здесь подожди а какой был смысл его забирать если она не превратилась на всякий случай на какой она не может получается превращаться без вы ну чтоб портал искать она же с помощью камня шла портал на карте да ну чтобы обратный найти тоже так в него разве в тот же нельзя прыгнуть ну они же закрываются как они закрывают его сами сердцем кондракара больше не никак не закрывается насколько я знаю я могу ошибаться как заказ фантастика пошли да кстати мы с тобой тот прошлый раз задались вопросом почему все портреты на стене у фобуса были чудовищами в родстве и потом он брал специально для элеон делал иллюзию что это нормальные живые люди это реально странный вопрос потому что элеон и фобус фобус да они никогда не превращаются видимо знаешь с годами как это по дориан грея портрет ну типа нет с годами просто чем дольше ты используешь магию да тем мерзко тем мерзко ты становишься тебе портреты рисовали не когда ты а почему фобусу фобусу сколько двадцати ну он молодой пока что еще только на пути вот что а а а ты Какой крутой мальчик. Девчонка. Их две. Сердце Кондракара у пятой. Оно было в моих руках. Найти ее. Эллион, пожалуйста, проснись. Ты как? О, золотой чипич! Это книга. Любой документ из замка очень нужен нам. Куда он его засунул? Жопу. Как в игре. Реально, все как в играх. Ты замечала? Но ты, наверное, не играла. Они просто так вот за спину все поворачивают, и ты исчезаешь. Такой выпрой, а потом из-за спины. Куда он тебя засунул? Жопа. Принцесса Эллион. Повстанцы на вашей стороне. Теперь сама. Ну вот, реально в жопе. Все, да, 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 да. Блин, здорово, что нам показали. Но он так странно быстро ее туда засунул. Это же не журнал. Эллион, ты должна уйти с нами. Сюда. Быстрее уходим. Плевать, что почему она такая бесконечная, да? Оставим этот момент. Ну, несколько вместе сплели. Ну, блин. Мы едины. А, едины. 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 Вкуны. Вкуна. Теперь. Вкуна. Сейчас потручимся. Фу, и рожа. Ну что, вот как стражницы действуют. Что случилось? Кто эти чудища? Слуги твоих друзей. Здесь небезопасно. Теперь Фобосу прячет ее как следует. Мы сделали все, что могли. Мятежник поклонился. И это неправда. Твой поступок глупости безрассудства. И ради чего? Она все та же. Я видела ее глаза. Я знаю ее лучше, чем кто-либо. Корнелия считает Эллион прежняя. Может, нам и удастся ее вернуть? Кое-чего мы достигли. Я нашел это, но открыть не могу. Вилл, что с тобой? Эта книга. Дайте мне всего пять минут, и замка нет. Может, это копилка? Или шкатулка в виде книги? Неужели эта книга тайн? А вот, наверное, и ключ в прорези. Ну да, ты была права, эта книга тайн, я прослушаю. Книга тайн? Ходили легенды о магическом дневнике. Он впитывает и хранит все секреты владельца. Если книга та самая и принадлежала Фобосу, в ней его планы насчет Эллион. Так, подожди. Я тебе говорю о... Она ослабла же не просто так, а потому что, ну, с нее высосали что-то. И то же самое он хотел провернуть и с Эллион Браун. Понимаешь? Думаешь? Ну, я так понял эту механику, нет? А мне кажется, там тайны Фобоса. Ну, он тоже с этой книгой соприкасался, и понятное дело, что там и его тайны тоже. Его коварные замыслы. Прикол! Ну, классная, динамичная очень серия. Кайфовая тема. Ну, чё? Нет, всё будет дальше. Всё нереально прикольно. Мне нравится, мне нравится, как сейчас сюжетик двигается. Очень много событий за этой серии произошло. Сколько трансерий получается, 26 или 22? Мы уже почти досмотрели первый сезон. Почти что? Ну, всё кайф. Так, ну чё? Отвечайте на вопросики, которые возникали у нас по ходу. Чё думаете? Давайте поразмышляем, потому что... Про книгу интересно. Хотя бессмысленно с вами об этом говорить, потому что вы-то знаете. У вас другой челлендж. Вы, зная, пытаетесь так написать календарь, чтобы было интересно, и при этом не проспойлерить. Спасибо за то, что стараетесь. Правда, я под впечатлением отношу к диалогу. Так, ну ладно, чё? Всё? Пока, ребятки. Смотрим девятнадцатую серию очень скоро. Всё. Давайте. Счастья нам, процветания.